Отключение. Как с ними бороться? Сегодня мы продолжим тему об недорогом источнике бесперебойного питания, последующей модернизации его солнечной электростанции. К концу этого видео вы узнаете, что из комплектующих нужно для организации такого ИПБ и где можно это все приобрести, более-менее с минимальными затратами. В прошлом видео мы с вами уже познакомились с таким бесперебойником и рассказывал где, как и за сколько приобрел оборудование для сборки, а также показал его работу. Ссылка у вас на экране. Для наглядности на сегодня мой был составлен список всех комплектующих с указанием ссылок, где можно все это приобрести на данный момент. Сегодня у нас декабрь 2024 года. В дальнейшем я постараюсь своевременно обновлять ссылки для вас, чтобы не было с этим проблем. В первом списке, как вы видите, у нас стоит инвертор полуэмэр мощностью 4,2 кВт на 24 вольта. Это китайский бюджетный, неплохо, кстати, себя зарекомендованный вариант. Он прекрасно справляется со своей задачей. Присутствуют, конечно, некоторые недостатки, но они с легкостью решаемы. Это такие недостатки, как шуль вентиляции инвертора при работе в режиме бойпас. Решается установка трехпозиционного переключателя, то есть организация бойпаса вне инвертора. То есть питание сети можно будет подавать в обход инвертора. Еще небольшим достатком считается, что такие инверторы заточены под работу с кислотными аккумуляторами. То есть присутствует флотинг, кто не знает, это постоянная подзарядка батареи, что в данном варианте с литевой батареей не очень хорошо. Но свести к минимуму этот процесс нам поможет БМС. Но об этом я расскажу позже. Покупал инвертор непосредственно с завода на площадке Alibaba. Кстати, хорошей альтернативой для покупки выступит также инвертор второй марки Aner. Он рассматривался вновь покупки изначально. В втором списке стоят аккумуляторные ячейки мощностью 280 Ач на 3,2 Вольта А-класса и, как заявляет производитель, на 8000 циклов. Можно взять аккумуляторные ячейки мощностью 200 Ач, что немножко удешевает нашу комплектацию. Менее 200 Ач для этого инверторами не рекомендуется. Обратите внимание, что диапазон цен большой на данный сегодняшний день. Приложений много, цены разные. Есть адекватные, неадекватные. Адекватные цены, на мой взгляд, сейчас на площадке Alibaba даже с доставкой. Далее в списке мы увидим контроллер для аккумуляторной батареи. БМС от китайского производителя ЖИКО. С током балансировки 2 А. На подключении 8 последовательных аккумуляторных ячейки мощностью 200 А. Я предоставил два варианта. Один со связью с инвертором, другой без. В моем случае у меня установлен без связи. Он на порядок дешевле. В следующем в списке указан LCD-дисплей на 4,3 дюйма. А также от производителя джекпорт. Он в сборке необязательный, так как контроль и настройки за БМС-аккумулятор выполняются через приложение в самом телефоне. Вы скачиваете и потом управляете настройками БМС уже через телефон. Откновите режим работы, идет разряд батареи, идет ли зарядка батареи, на каком этапе заряд, на каком этапе балансировка ячейок. Ну, в таком плане. С 5 по 11 пункт указана требована для сборки кабеля с клеммами и наконечниками, а также изоляцией. Здесь я задерживаться не буду. В прошлом видео рассказывал. Ссылка у вас на экране, смотрите. С 12 по 18 пункт в списке указаны комплектующие для так званого открытого корпуса аккумулятора. Здесь при сборке нужно понимать, чтобы ячейки прилегали друг к другу силой примерно в 300 кг. Так указано в мануале по сборке от производителя. Что происходит? При зарядке, особенно первой, корпус ячейки деформируется, что может привести к выходу ее из строя. Это очень важный момент. Обратите на это внимание. В пункте 19 по 26 указано все, что нужно для сборки, обвязки и подключения электрического щита. Здесь присутствуют у нас необязательные позиции. Сейчас мы их рассмотрим. Это такие, как двойной ручной переключатель питания, 40 амперный, это пункт 22. Он нам понадобится для организации бойпаса, что позволит нам полностью отключать источник бесперебойного питания и пользоваться электросетью напрямую уже без оборудования. Это вариант в том случае, когда мы не пользуемся альтернативными источниками питания, то есть там панели не подключили, ничего, и у нас стабильная электросеть без отключений. Мы можем просто отключить все оборудование, пользоваться, как и ранее, без перебой. Такая позиция, как однофазный цифровой счетчик, пункт 23. Нужен он для контроля потребления электроэнергии на входе и выходе. Можете устанавливать его по желанию. Если вы превратите свой бесперебойник в солнечную электростанцию, то вы обязательно, скорее всего, ее установите, чтобы понимать, сколько у нас зашло от сети электропитания и сколько у нас зашло от солнышка. В следующей позиции по желанию у нас есть автомат на 250 амперчасов. Он служит выключателем для аккумуляторной батареи. В схеме, в мануале, от производителя, к инвертору он указан. Я бы вам порекомендовал его установить. Также в схеме к инвертору не указано защитное реле на 40 ампер по напряжению и току с задержкой. Оно устанавливается на выход с инверторой, если вы пользуетесь такими приборами, как кондиционер или с похожими характеристиками. Итак, это весь список комплектующих для организации бесперебойника. Ниже, для ознакомления, я представил компоненты и оборудование для модернизации ЭПБ уже в солнечную электростанцию. Но об этом я расскажу попозже. Теперь, думаю, вы сможете с легкостью приобрести все необходимое и вскоре забудете о проблеме отключения. В следующих видео я расскажу, как собрать аккумулятор и подключить к нему БМС-инвертор. А вы поделитесь в свою очередь опытом, где вы покупали себе оборудование, какие инверторы, на ваш взгляд, достойные внимания. Напишите это в комментариях, а также не забудьте подписаться и поставить лайк. Буду рад любой вашей реакции. Всем добра, мира. С вами был Александр Солков. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok